Привет, друзья, в эфире ТикТок Психология. Место, где вы можете приятно провести время, немножечко охуеть и поделиться этим видео потом с друзьями. Поехали. А как понять, что женщина мудра? Три критерия. Мало говорит. И говорит по существу. Второй момент. Они почему-то про женщину часто как собаку раздувают. И мне хочется сказать, еще палку приносит хорошо. Мало говорит, не лезет под руку. Вот знаете, ну не лезет, а ты насыпаешь ей в кормушку. Не лезет, не начинает. Так и хочется, отойди. Как бы вот так не делает, когда моешь ее после прогулки. Не спорит. Не спорит. Не разбрызгивает по ванной по всей, после грязи. Ситуация она не спорит. Даже когда явно видно, что... Что? Ну муж, ну, ну, упоротую странную штуку, говорит. Не спорит. Такая, нет, все равно. Как к малышу, как к ребеночку, любимому, нарциссическому королю маленькому. Мол, в попочку его. Какую бы херню странную, нет, все равно любит, обазает его, обазает, как мамочка своего короля нарциссического. Это не совсем ее мнение. Согласитесь, трудно же... Ну да, у нее не, нет мнения. Она просто как бы повторяет из инстаграма всякие глупости всякие. Чувствуя, что она права не доказать это. Так вот, мудрая женщина будет доказывать, что она права. И третье, когда... Почему не будет доказывать? Все, от одежды, обрати внимание. Так, одежда. Поведение, прическа. Так. Все. Все, что? Маникюр. Так. И прочее. Наполнил. Маникюр вот так бы его оказал. Нежностью. Наполнил нежностью. Молчание и нежность. И покорность. И не спорить с мужем. Даже если он говорит, а давай щебень жрать на ужин. Не спорь. А вдруг вот он с ума сошел, у него шизофреник несет херню, давай щебень. Давай, короче, щебень жрать и детей с балкона скидывать. Никогда не спорь с мужем, потому что он маленький ребеночек твой нарциссическим богом тебе посланный. Всегда соглашайся. Удивительная энергия, которая создает совершенно другую... Про нежность согласен? Он практикум для женщин. Он ведет практикум для женщин, можете, кстати, подписаться, но там ничего нет. Ты просто приходишь, если ты женщина, и он тебя учит не спорить. Или, знаю, говорит. Такое. Это яблоко. Такая. Помните, как фильм лжет, лжет, лжет. Это си... Он пытался сказать, что это синий. Не мог солгать, и это проклятие было. Также он говорит, это яблоко. А женщина такая, нет, так пока не прошла. Следующий. Тренируется, и он такая, да, это яблоко. Мой мужчина прав, который со мной разговаривает. Я мудрый, поэтому промолчу. Вот такой тренинг, может. Я не знаю, ну, допускаю. Поехали дальше. Надеюсь, много про женщин будет. Люблю, когда воспитываю женщину. Вот люблю, знаете, женщину любят бла-бла-бла-бла-бла-бла спорить. Вот это все. Мнение свое говорить, типа, когда что-то не нравится. Тут вообще ненавижу это. Вот это вот женское вот это... Блин, ненавижу это. Просто молчи и кивай всегда, когда мужчина с тобой разговаривает. Человек с пенисом разговаривает с тобой. Покорно голову опусти. Оденься, чтобы нежностью все было маник. Говори. Вот надеюсь, такого побольше будет. Мне такое очень нравится. Так, это послание специально для тебя. Это, типа, какая карта какие-то, что ли? Победа. Любовь. Типа, у меня будет победа и любовь? А, это, типа, он, как бы, человек этот погадал мне. Алина Каспо. Так называется, там, тикток, видимо, ее. Это погадала, типа мне, я не понимаю, у меня будет победа и любовь. Спасибо. Классно работает. Ну, что я тут скажу? Быстро, классно, компактненько. Раз, раз, раз. Клево. Спасибо большое. Не знаю, это она или не она. Не знаю, там, собака ее, это адрес. Как бы, спасибо огромное, очень приятно. Ну, да, видимо, ее, получил, порадовался, спасибо. Лайк ставить, не буду подписываться, не буду. Если ваш ребенок родился первого, десятого, девятнадцатого и двадцать восьмого числа любого месяца, вот, что вам надо знать. Вот. Как смотришь, подпишись на мои страницы в инстаграме, в тиктоке, и ты многое узнаешь о психологии. Рождение этих детей значит, что в вашу семью пришел человек с характером царя. Эй, эй, у тебя есть характер царя? Блин, ну вот че, вот как он тогда угадал, а? Ну вот как? Ты вот сам подумай, как вот он угадал, а? Вот че, как вот он че, специально просто так угадал, на кого повезет, на того повезет, а в других видео про другие даты сказал, и так по пять дат, там, шесть видео снял, и типа, всех заполучил, что ли, свой инстаграм. Че думаешь, так люди делают, че ли, а? Имеющие навыки оратора, мотиватора и крутого финансиста. Так, подождите, царь, оратор, финансист, такое ощущение, что я сам родился 19-го, о, появлюсь, ха-ха, нет, ха-ха-ха, хочешь, захотелось, захотелось что-то подписаться, такое, а в прям желание, подписаться, что ли? Вспитать этого ребенка ни в коем случае нельзя убить, в нем его лидерское качество, потому что, а как это сделать? Когда вырастают, они становятся крутыми лидерами, либо самыми неуверенными в себе людьми и ни в коем случае ни в коем случае, ни в коем случае, вот в ребенке не трогайте его, а в тебе трогали, да, и поэтому, ты вот поэтому не крутой император денег, да, поэтому, потому что, ну, тебя ругали, там, тебя не надо было ругать, да, вот поставь лайк, тогда мы 32 тысячи человек поставили, что нельзя такого ругать, вообще не надо. Попытайтесь починить этого ребенка, а сколько люди с энергией... не подчините ребенка, бля, он просто будет ходить и поподжигать все, не знаю, для прикола. Нет, нельзя поджигать, в нем задатки финансистов. Пусть, пусть поподжигает бабушку, пока она спит. Г1, они не подчиняются. Возможно, вам кажется, что ваш ребенок вас не слушается, но на самом деле, так влияет их энергия. Это психолог говорит, если родились 1-го, 19-го, там, что там, 5 дат, ничего не запрещаете ему. Пусть делает, что хочет, вырастет финансистов. Это психолог делает по-своему. Самое главное, не забывайте их хвалить. И еще их... подождите, это какой-то бред, реально, ты мало того, что не запрещаешь, ну ладно, можно еще и запрещать, ну так, типа, сквозь зубы, как похер он, финансист, будущий император, задатки короля, короля-траля-ля и так далее. Такое, знаете, как король-траля-ля. Еще и хвалить его... Не знаю, если будет рождаться мой ребенок 19-го, нет, подожди, не надо, там будет жесть, жесть просто. Идем дальше. Слишком много мудрости. Хватит ей писать. Почему? Не пиши и не звони. Ну тогда она будет с другим человеком общаться. Живые встречи. Нет, а как наладить первичную связь? Во время перепис... Понятие, дайте ей понять, что я, ну у меня чувство юмора, если я адекватный, хотя бы вот это вот. Как это все понятие дать? Чтобы она захотела встретиться, что я, она в безопасности просто может чувствовать, что я не какой-то псих, который такой, типа, сталкер какой-то. Писок, мы получаем кайф и привыкаем к этому. И словно зави... Ну никто не говорит, что никто ей не говорит о такой проблеме, что только хочет переписываться. Нет, все хотят перепихиваться, а не только переписываться. Но сначала переписываться, чтобы показать, что ты безопасен, адекватный человек, нормальный, потому что женщины боятся, побаиваются, мужчины правильно делают. Все боятся мужики. Мужики боятся мужиков, и женщины боятся мужиков. А женщины никто не боится. Видя, что она онлайн и не пишет, ты начинаешь себя накручивать. Так. Добавила нового парня, ты психуешь. Да. Не берет телефон, ты психуешь. Так. Тем самым, ты сам портишь свои же отношения. Так. У тебя есть мечта? Да. Цели? Да. Так работай над ними. Так. Одна из целей, это построить отношения, что и делает, ну, гипотетический персонаж этого видео. Женщины любят... Обсуждаемый, да, мной и этим, психологом. Женщины любят амбициозных парней. Любят амбициозных... Да, все любят амбициозных парней. И парни любят, ну, в дружеском смысле. Амбициозных... По большей части. Парней, которые идут к своей цели, а не тех, кто как маньяк живет только ради нее. Да нет, притянуто за уши. Короче, ладно, двигаемся дальше. Ругаться тоже нужно правильно. Так, давайте узнаем, как ругаться. Никогда не... Первое, никогда не переплетайте, прошлое. Полностью согласен. И если это с темой руганий не связано конкретно, да, не является причиной, как бы, да. Что было, то было. Вы были. Ну, в общем, правильно, да, если вы уже решили эту проблему как-то. Второе, не дави на слабости человека. В общем, правильно. глупый человек будет оперировать слабостью. Ну да, типа, если человек боится, ну, типа, не знаю, бабайку говорить, ты вот не моешь посуду, а вдруг мимо окна будет, и типа, и вы из-за посуды ссоритесь, потому что она должна была помыть посуду, или, например, она вздумала спорить с тобой, например, да, и тогда такой, да, вот я еще слышал, что бабайка может прийти к той семью, где женщина спорит. Она такая, ааа, зачем ты давишь за слабое место? Ну, типа, такого, да. Ну, я сейчас в юмористическом ключе, конечно, но типа, серьезные какие-то такие вещи. Ну, или у женщины прошлое с наркотиками связано, да, ну, типа, такой, чё, вот ты сейчас споришь со мной, ты на мужчину, ты рот подняла на мужчину, ты не поднимай рот своей женщины на мужчину, ты рот на мужчину подняла на главу семьи, да, рот подняла на меня, зачем? А вот, с наркоманица хочешь опять что ли? Ну, типа, вот такого не надо использовать. Я согласен. Третье. Третье. Не позволяй себе оскорбить. Полностью согласен. Нет, я иронизирую. Все три правила абсолютно правильные, адекватные, чтобы спорить конструктивно. Книга, кстати, ненасильственное общение. Очень хорошая книга. Короткая, интересная, и объяснит, как спорить, и как договариваться, главное. Кассия дает в уровне. Так. И четвертое. Решать конфликты надо на месте. Прямо сейчас. А не убегу. Нет, с четвертым не я согласен. Некоторые конфликты, а даже большую часть, нельзя решить на месте. Они возникают. Ну, нигде там, в ресторанах, может быть, там на месте не получится решить. Не смотрите зеркало в поликлинике или в больнице. Не смотрите зеркало в поликлинике или в больнице. Практически во всех больницах, в стюбюле, в фойе, возле гардероба. Потому что люди проходят мимо, и там отпечатывается их болезненная, вакуумная энергетика больных бабусек всяких. И они высосут через остатки квантового потока. Ну, это если умными словами, если не умными, то взгляд старого сердца вытянет из молодого сердца. И да вытянет, как это сказано в скрижалях древних, и да вытянет взгляд старого сердца из молодого сердца. И насытится соком его из тебя, и твоих жил вытечет, и постареешь ты. Висят зеркала. Ну, я процитировать могу один эзотерический труд. ...чтобы поправить одежду, посмотреть, как вы выглядите. Пожалуйста, не смотрите в эти зеркала. Если ты посмотрелся в зеркало, то нужно насрать штаны, вытащить какашку и размазать по зеркалу. Это как бы разорвет квантовую связь. Фу, опять мерзко, опять га-га-говноюмор. Эльдар, ты же интеллектуальный человек, писатель. Экономист. Физик, квантовый физик. Но это правда. Эзотерика, видите, она с другими энергиями работает. Ну, хорошо. Можешь не насрать, пернуть в руку и воздух типа раздеть. Это тоже, в общем, ну, не разорвет, но разрушит немножечко. ...держит большую негативную энергию. Так. Энергию больных людей. Так. Ну, вот ты был в больнице, чувствовал потом потерю энергию. Вот, смотрелся в зеркало. Вот так вот. Лучше воспользуйтесь своим маленьким зеркалью. И к стене спину встаньте, чтобы бабка никакая не заглянула, мне такая, такая заглянула, хав-хав-хав, твоя энергия, ааа, и ты такой, ооооо, и у тебя такой, бам, геморрой еще. Бум, геморрой еще. Бум, геморрой еще. Вот такая вот тикток психология. Очередное маленькое зернышко счастья мы положили в твое сердечко, и теперь ты станешь счастливее, добрее и лучше. А сегодня вечером еще ждем тебя на стриме, где ты не просто зернышко получишь, а, блядь, ведро зерен счастья. До вечера.